Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влоге канала Новый День, поговорим о влоге, который выпустила Оксана на YouTube и о том, что она в Нильзеграме опубликовала. Ну и, конечно же, я благодарю всех, кто ставит лайки, пишет комментарии, всех тех, кто подписывается на наш канал и делится этим обзором своей любимой соцсети. Всем огромное спасибо! Мы переходим ко влогу канала Новый День. Я хочу сказать, что Оксана в этот раз выпустила свой влог на YouTube чуть позже, чем Лена, на один час. Я не знаю, с чем это связано. Если раньше выпускала Оксана на часов 6-7 позже, чем Лена, а потом пару дней подряд прямо одновременно с Леной, то теперь, видите, снова она стала публиковать свои влоги позже, чем Лена. Пусть на час, но позже. Видимо, всё-таки был какой-то разговор. Между сёстрами, любимыми, самыми-самыми классными на свете. И, скорее всего, Лена настойчиво, убедительно попросила Оксану не публиковать своё видео одновременно с ней. Ну, в принципе, как это было всегда. Чтобы сначала Лена набрала все просмотры, собрала всё, что можно за того YouTube, а потом уже и Оксана. Ну, Лена как-то говорила, что у Оксаны хоть и меньше просмотров, но, видите как, у неё всё-таки заработок больше. Да, вот она больше у меня зарабатывает. Наверное, так оно и есть, раз Лена вот так поступает. Я считаю, нечестно и несправедливо по отношению к своей любимой сестричке, самой классной сестричке на свете. Очень, Лена, низко поступает, я считаю. Ну, Оксана, почему идёт на поводу у Лены, это, конечно, второй вопрос. Купили билеты в Батуми, говорит нам Оксана. И, конечно же, поедут туда, и Лена сказала уже, что они там будут находиться с 29-го числа по 5-е, да, по 5-е сентября, 29-го августа, по 5-е сентября. Но, если Оксана уверена в том, что они едут туда всего на неделю, Лена в этом абсолютно не уверена. Лена сказала, мол, там посмотрим, как будет, возможно, продлим аренду квартиры. Очень интересно, знает ли Оксана о планах Лен? Очень будет, наверное, Оксана удивлена, когда Лена решит продлить свой отпуск, так сказать. Но вдруг ещё не всё Лена наснимала, вдруг ещё не все просмотры Лена собрала. Всё же может быть. Оксана будет очень удивлена, когда узнает, что они остаются ещё на пару-тройку дней. Ну, вот, наконец-то вечер. Наступил вечер дня рождения Юры, будем так говорить. И пошли они в ресторанчик. И, в принципе, обо всём об этом я говорила в обзоре влога Лены. Но у сестёр до того однотипный контент, даже не столько однотипный, сколько одинаковый. Единственное, что с разных ракурсов они снимают. Но они снимают одно и то же. Я не понимаю, как так вообще можно Оксане себя не любить, чтобы не попытаться что-то другое снять. Как-то разнообразить свой контент. Ну, действительно, чтобы её было интересно смотреть. И после того, как Лена выложила свой влог, уже как-то у Оксаны и неинтересно это становится. Смотреть жена, что будет дальше. Кто что скажет, кто как повернётся. Неужели хотя бы ради просмотров, если Оксана видит, что такая ситуация, да, что вот она выкладывает пост же Лены, что они контент одинаковый, что, возможно, просмотров меньше у Оксаны именно по этой причине. Но неужели Оксане не хочется своё что-то снять? Вот просто не могу этого понять. Да, возможно, вот когда они вместе в квартире, там, без балкона, к примеру, да. Ну, ещё как-то куда не шло одинаково, что у Лены, понятное дело, без балкона, что у Оксаны живут они в одной квартире. Что Лена нам показывает эту квартиру, что у Оксана. Другого выхода нет. Но можно же как-то Лену отправить в одну часть города, к примеру. А Оксана и Юра, что пошли бы в другую часть города. Ну, такое возможно, возможно. Смотрю, и Лена нормально себя чувствует, когда она ходит одна по городу. Даже вот когда она вместе с Оксаной и Юрой, и Лена куда-то может вообще уйти далеко от них и вообще забыть о том, что они есть. Она снимает свой контент. Почему Оксана и Юра это не могут сделать? Они вдвоём, им будет намного веселее, чем Лене одной. И контент будет другой. И людям будет интереснее смотреть. И Оксана себя почувствует как-то иначе. Но нет, Оксана почему-то, опустив голову, покорно идёт вслед за сестрицей. Как-то вот очень так вот напоминает мне... Мне хорошее такое сравнение. Хотела привести, но не приведу. А кого вам напоминает Оксана в этой ситуации? Напишите, пожалуйста, в комментариях. В 10 часов вечера, в 10.20, да, в 22.20 приехали в Батуми. И, конечно же, на следующий день собираются на пляж. С утра прям. Ну, понятное дело, хочется к морю, в море, понятное дело, да, быть в Грузии и не быть в море, это глупо. И тем более у них квартира, как Лена сказала бы, видовая. Вот, с балкона видно море. Но, опять же, условно видно с балкона море, потому как это будет совсем недолго продолжаться. В Батуми строится, и строится очень активно, и это здорово, на самом деле, хорошо. Но плохо то, что теперь вот им, если они на следующий год приедут, снова в этом же доме остановятся. Кстати говоря, они уже второй год подряд в этом самом доме останавливаются. Если они снова в этом доме остановятся и захотят посмотреть на море, у них уже не будет такой возможности, потому как прямо перед ними строится дом высотный. Так что, скорее всего, это в этот раз, когда они любуются морем, это их последний раз в любовании морем из этого дома. Наверное, будут искать другой дом, более видовой. Кто его знает, кто его знает. Квартира большая, хорошая у Юры и Оксаны, хорошая комната. В принципе, как нам Лена всё и обещала. Но и у Лены не проходная. Хотя он говорит, вот у меня будет проходная, Юра и Оксана, мало, отдельная будет. Но ничего подобного. И у Юры с Оксаной комната отдельная, и у Лены тоже. Проходной там только зал. Ну, в принципе, во всём этом я уже говорила во влоге, в обзоре влога канала Лена и Ваня Лай. Юра с утра сходил на рынок, представляете? Или в магазин, куда он там ходил, купил яйца, баклажаны и помидоры. Представляете, Юра пошёл, Юра купил. Очень интересно. А на чьи деньги? Скинулись все или как? Вот этот момент не очень интересен. Делили сумму на троих или на двоих? Ну, наверное, каждый платил сам за себя. Да, поэтому так получилось, что на троих разделили сумму. Говорит Оксана всё ещё про море. Говорит, вот море классно, мы его пока ещё видим. И у нас вид открывается на море. Но есть такое обстоятельство, что она снова возвращается к этой самой стройке, которая ему мешает полномеренно насладиться морем. Но мы стройку замечать не будем. Ну, конечно, Оксана, помнится мне, вы не замечали трассу в Турции. В 35 дней жили у трассы, у дороги. Там была высокая пропускная способность и соответствующие звуки, запахи и прочее. Но нет, вы не видели, вы не чувствовали запаха, вы не видели эти машины, вы не слышали звук, издаваемый этими машинами. Ничего вас вообще не пугало. Всё замечательно. Главное, что вот там где-то там море видно. И пирс виден. Вот это для вас было главным критерием. И то, что вы гуляли, вдыхали вот эти вот автомобильные пары, или как они называются, выхлопные газы, да. Это тоже нормально. Главное, что вот море по правую руку. А то, что по левую руку и гарь, и копоть, и шум, и прочее, прочее, прочее. Не-не, это вас ни в коей мере не трогало. Что вы, что вы. Так и здесь. Они видят только море. Ну, наверное, с точки зрения психологии, это нормально, да. Убедить себя в том, что нет ничего другого, кроме моря. Нет негатива, есть только позитив. И на это самое море они, кстати говоря, отправились. Отправились на это море, счастливы. Ну, понятное дело. Юра в море купается. И вы знаете, как ни странно, он почему-то от обеда отказался. Мы не видели, как Оксана в море плавала, как Лена. Обычно вот вода вытягивает все соки, да, из человека. И вот после посещения бассейна, моря, реки, озера и прочее, очень хочется есть. А здесь как-то вот Юра купался. Но вы знаете, он от обеда отказался. Неужели из-за того, что деньги жалеет на обед? Не знаю, не знаю. Но почему-то отказался. Возможно, он решил похудеть. Тоже может быть. Кстати говоря, может быть, он посмотрел на Оксану и решил, не, не, лучше я буду без обеда. Может быть, я похудею. Потому как Оксана в последнее время перестала быть примером для подражания. В плане похудения. Оксана, если она говорит, что 3-4 килограмма она поправилась, то мне кажется, уже там не 3-4, а все 10 килограммов. Потому как сзади уже все складочки видны. И это платьица, которая на ней была, так вот как-то обтянула ее. Кстати говоря, платьица. Платьица была мало похожа на платьица. Больше на пижамку оно было похоже. И вот, наверное, Юра посмотрел на эту картину. Сказал, не, 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 лучше я не буду обедать, но я поужинаю. Хотя, в принципе, странная логика. Обычно отказываются от ужина, чтобы похудеть, но завтракают и обедают. Ну, все помним, да? Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. Но тут как-то наоборот. Он решил поужинать. Ну, хотя бы так. Но то, что Оксана в последнее время действительно перестала за собой следить в плане веса, что есть, то есть. И вот даже фильтры, которые установлены у Лены на телефоне, не спасли Оксану от каких-то там лишних складочек на спинке. И неужели ничего Оксана не могла надеть другое на день рождения Юры? Вот она пришла на пляж в какой-то тунике. Да та туника и то лучше смотрела, чем та ночнушка, которая была на Оксане в день рождения Юры в ресторан, которую наделала Оксана. Я не знаю, о чем она думала, конечно, когда она выбирала эту одежду. Чем она руководствовалась, тоже мне непонятно. Но случилось то, что случилось. Оксана пришла на день рождения Юры в ночной рубашке. Не больше и не меньше. Ну, а Оксана и Лена, понятное дело, отказываться от ужина не собираются ни в коем случае. И от обеда тоже. Почему? Оксана говорит, вот уже три часа и как-то пора уже пообедать. Ну, не знаю. Вот видите, все-таки любят они поесть сестры. Да, любят поесть. И причем порции такие вот немаленькие. И желудки у них растянуты уже. Совсем себя не жалеют. Вот работают, простите, но это так. Работают они только на туалет. Вот сколько они ходят, снимают все ради того, чтобы поесть. И да, вы поняли. Потому как никак они не развиваются. Не посещают они никакие курсы. Ничего подобного. Хотя, в принципе, Оксана говорила. Помните, что вот, мол, у нее есть там какая-то задумка. Ну, пока она нам не скажет, что это за задумка. Но что-то вот такое она хочет нам впоследствии презентовать. Что-то интересное, куда-то она будет ходить и как-то развиваться. Ну, не знаю я. Не знаю, не знаю. Она говорила это в таком контексте, что это вот в музыкальном направлении должно быть. По идее. Насколько я ее поняла. Думаю, неужели Оксана будет учиться играть на музыкальном инструменте? Ну, посмотрим, конечно. Ну, и Лена, понятное дело, от нее не отстанет. Лена никогда не сможет допустить того, чтобы у Оксаны что-то было то, чего нет у Лены. Поэтому она из кожи вон будет лезть. Но, конечно же, будет стараться быть с Оксаной на ровне, а то и перегнать ее. Посмотрим, конечно, что да как будет дальше. Ну, а на этом я буду заканчивать свой обзор. Всем огромное спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока. Спасибо.